Сейчас как-то уже вошло в норму, что человек, который забивает гвозди, считается плотником. На самом деле исторически плотник работал исключительно с деревом и сплачивал дерево с помощью дерева, без клея и без гвоздей. Когда появились железные гвозди, началась деградация профессии плотника, плотники стали лениться и перестали детали сплачивать, стали их сколачивать. И еще до недавнего времени было ясное понимание того, что плотник и сколотчик – это две совершенно разных профессии. То есть плотник с гвоздями не работает, а плотник сплачивает дерево с помощью дерева. А человек, который забивает гвозди, он называется сколотчик, он не должен быть плотником. И гвоздь за свою историю претерпел множество изменений. Скажем, в 18-19 веке гвозди были кованые, квадратные. И раньше гвозди остро никогда не затачивали принципиально. Потому что современные, круглые, острые гвозди, они дерево колят. То есть они волокна древесины раздвигают. А вот такой тупой квадратный гвоздь, он волокна проминает. И поэтому дерево не колется. И предки это четко понимали. И вот старые гвозди, они всегда были тупые. Технология изготовления гвоздей менялась. То есть сначала их ковали поштучно, вручную. У них были вот такие выпуклые шляпки, раскованные на специальной оправке. Потом гвозди стали рубить из листа. Вот это вот рубленый гвоздь начала 20 века. Но он по-прежнему тупой. Он сразу был тупой. Это было принципиально. И понимали, что это необходимо. Что только тупой гвоздь не расколет древесину. То есть у него немножко больше усилия, чтобы его забить. Но тогда он дерево проминает. И мастера иногда оставляли какой-то штамп, свой оттиск на шляпке гвоздя. Вот здесь вот на шляпке гвоздя выкована буква «М». О чем она говорит, сказать не могу. Но настоящие мастера своей работы не стеснялись. И оставляли о себе память. В начале же 20 века появились первые штампованные гвозди. То есть сначала их делали тоже вручную. Но уже из прута, из проката. То есть вручную расклепывали шляпку. Вручную заостряли гвоздь. И вот этот вот гвоздь, он где-то 20-30-х годов. То есть у него достаточно большая шляпка характерная. Но плотники, точнее сколотчики, помнили, что гвоздь обязан быть тупым, чтобы не колоть древесину. А при штамповке гвоздь получается острый. И опытные сколотчики специально тупили гвозди. Вот этот гвоздь, конечно, уже послужил. Но когда он мне достался, он был уже вот так вот затуплен. И это было сделано сознательно. То есть это делается просто по острию. Молотком делается несколько ударов. И тогда гвоздь дерева не колет. То есть раньше сколотчики этот принцип помнили. Сейчас, как правило, ленятся. Гвозди специально не тупят. И поэтому заготовки колются. Ну и вот если помнить такой нехитрый секрет, это очень помогает в работе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok